Закон Божий для детей. Новый Завет. Краткие сведения о Вселенских Соборах. Первый Вселенский Собор был созван в 325 году в городе Никея при императоре Константине Великом. Созван этот Собор был против уже учения Александрийского священника Ария, который отвергал божество и предвечное рождение Второго лица Святой Троицы Сына Божия от Бога Отца и учил, что Сын Божий есть только высшее творение. На Соборе участвовало 318 епископов, среди которых были Святой Николай Чудотворец, Яков епископ Незипийский, Спиридон Тремифунский, Святой Афанасий Великий, бывший в то время еще в Сане Диакона и другие. Собор осудил и отверг Ересиария и утвердил непреложную истину. Догмат «Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и также вечен, как Бог Отец. Он рожден, а не сотворен, единосущен с Богом Отцом». Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи членах символа веры. На этом же соборе было восстановлено праздновать Пасху в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния. Определено было также священникам быть женатыми и установлены были многие другие правила. Второй Вселенский собор был созван в 381 году в городе Константинополе при императоре Феодосии Великом. Созван этот собор был против лжеучения бывшего горианского епископа Константинопольского Микедония, который отвергал божество третьего лица Святой Троицы Духа Святаго. Он учил, что Дух Святый не есть Бог и называл его тварью или сотворенную силой, притом служебного Богу Отцу и Богу Сыну, так как ангелы. На соборе присутствовало 150 епископов, среди которых были Григорий Богослов. Он был председателем собора Григорий Низский, Милетий Антиохийский, Амфилохий Иконийский, Кирилл Иерусалимский и другие. На соборе ересь Македония была осуждена и отвергнута. Собор утвердил догмат о равенстве, не носущее Бога Духа Святаго с Богом Отцом и Богом Сыном. Собор также дополнил Никейский символ веры пятью членами, в которых излагается учение о Святом Духе, о Церкви, о Таинствах, о Воскресении мертвых и жизни будущего века. Таким образом составился Никео-Цареградский символ веры, который служит руководством для Церкви на все времена. Третий Вселенский собор был созван в 431 году на горе Ефесии при императоре Феодосии II-младшем. Собор был созван против лжеучения Константинопольского архиепископа Нистория, который нечестиво учил, будто Пресвятая Дева Мария родила простаго человека Христа, с которым потом Бог соединился нравственно. Обитал в нем, как в храме, подобно тому, как прежде обитал в Моисее и других пророках. Потому и самого Господа Иисуса Христа Нистория называл Богоносцем, а не Бога-человеком, а Пресвятую Деву называл Христородицей, а не Богородицей. На соборе присутствовало 200 епископов. Собор осудил и отверг ересную историю и постановил признавать соединение в Иисусе Христе со временем воплощения двух естеств – божеского и человеческого, и определил исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным человеком. А Пресвятую Деву Марию, Богородицу, собор также утвердил некое цареградское символ веры и строго воспретил делать в нем какие бы то ни было изменения и дополнения. Четвертый Вселенский собор был создан в 451 году в городе Халкидоне при императоре Маркиане. Собор был создан против лжеучения архимандрита одного Константинопольского монастыря Евтихия, который отвергал человеческую природу в Господе Иисусе Христе. Опровергая ересь и защищая божественные достоинства Иисуса Христа, он сам впал в крайность и учил, что в Господе Иисусе Христе человеческое сейство было совершенно поглощено божеством, почему в нем следует признавать только одно божеское естество. Это лжеучение называется монофизитством, а последовали его называются монофизитами, одноестественниками. На соборе присутствовало 650 епископов. Собор осудил и отверг лжеучение Евтихии и определил истинное учение Церкви, а именно, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. По божеству он вечно рождается от Отца, по человечеству он родился от Пресвятой Девы и во всем подобен нам, кроме греха. При воплощении рождения от Девы Марии, божество и человечество соединилось в нем, как в едином лице, неслиянно и несменно, нераздельно и неразлучно. Пятый Вселенский собор был создан в 553 году в городе Константинополе, при знаменитом императоре Юлиане Первом. Собор был создан по поводу сторон, по поводу споров между последователями истории Евтихии. Главным предметом споров были сочинения трех учителей в Сирийской Церкви, использующих в свое время известностью, именно Феодора Моисуцкого, Феодорита Кирского и Ивы Ефесского, в которых ясно выражались нестарианские заблуждения, а на Четвертом Вселенском соборе ничего не было упомянуто о этих трех сочинениях. Нестариане в споре с евтихианами, славились на эти сочинения, а евтихиане находили в этом предлог отвергать самый Четвертый Вселенский собор и телеветать на православную Вселенскую Церковь, что она будто бы уклонилась в нестарианство. На соборе присутствовало 165 епископов. Собор осудил все три сочинения и самого Феодора Моисуецкого. Как ни раскаившегося, и относительно двух остальных осуждение ограничилось только их нестарианскими сочинениями. Сами же не были помилованы, так как отказались от своих ложных мнений и скончались в мире с Церковью. Собор снова повторил осуждение гереси, неистория и евтихия. Шестой Вселенский собор был созван в 630 году в городе Константинополе при императоре Константине Паганате и состоял из 170 епископов. Собор созван был против лжеучения еретиков, монофилитов, которые, хотя признавали в Иисусе Христе два естества божественное и человеческое, но одну божественную волю. После Пятого Вселенского собора волнения, производимые монофилитами, продолжались и грозили греческой империи большой опасностью. Император Гракли, желая примирения, решил склонить православных к уступке монофилитам и силой своей власти, повелевал признавать в Иисусе Христе одну волю при двух естествах. Защитниками и исчезнительными истинного учения Церкви явились Сафроний, патриарх Иерусалимский, и Константинопольский монах Максим Исповедник, которому за твердость веры вырезали язык, отрубили руку. Шестой Вселенский собор осудил и отверг керес монофилитов и определил признавать в Иисусе Христе два естества божеское и человеческое, и по этим двум естествам две воли, но так, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его воле божественной. Достойно внимания, что на этом соборе произнесено было отлучение в числе других еретиков и римского папы Гонория, призвавшего учение единоболее православным. Определение собора подписали римские легаты пресвитера Феодора Георгия, диакон Иоанн. Это ясно указывает, что высшая власть церкви принадлежит Вселенскому собору, а не папе римскому. Через 11 лет собор вновь открыл заседание в царских палатах, называемых Турульскими, для решения вопросов по преимуществу относящихся к церковному благочению. В этом отношении он как бы дополнил 5-6 Вселенский собор, и потому и называется 5-6. Собор утвердил правила, которым церковь должна управляться, а именно 85-е правило Святых Апостолов, правило 6 Вселенских и 7 Поместных Соборов и правило 13 Ц в Церкви. Эти правила впоследствии были дополнены правилами 7 Вселенского Собора и еще двух Поместных Соборов и составили так называемый новому канон, а по-русски кормчая книга, которая и является основанием церковного управления Православной Церкви. На этом соборе осуждены были некоторые нововведения Римской Церкви, несогласные с духом постановления Церкви Вселенской, а именно принуждения к безбрачию священников и диаконов, строгие посты в субботу Великого Поста и изображения Христа в виде ханца Мигненка. 7 Вселенский Собор был созван в 787 году в городе Никея при императрице Ирине, вдове императора Любахазара и состоял из 367 отцов. Собор был созван против иконоборческой ереси, возникшей за 60 лет до собора при греческом императоре Любея Исаврия, который, желая обратить Магометан в христианство, считал необходимым уничтожить почитание икон. Эта ересь продолжалась при сыне Константине Капрониме и внуке Ильве Хазаре. Собор осудил и отверг иконоборческую ересь и определил поставлять и полагать в святых храмах вместе с изображением чеснага и живтворящего креста Господня и святые иконы почитать и воздавать им поклонение и возводя ум и сердце Господу Богу Божией Матери и святым на них изображенным. После Седьмого Вселенского собора гонение на святые иконы снова было воздвигнуто последующими тревя императорами Львом, Армянином, Михаилом по-любою и Феофилом и около 25 лет волновала церковь. Почитание святых икон было окончательно восстановлено и утверждено на поместном Константинопольском соборе в 342 году при императрице Феодоре. На этом соборе благодарность Господу Богу, даровавшему церкви победу над иконокурцами и всеми еретиками, установлен праздник торжества православия, который положено праздновать в первое воскресенье Великого Поста и который празднуется и доселе во всей Вселенской Православной Церкви. Примечание Римско-католическая церковь вместо семи призывает более двадцати Вселенских соборов признает, неправильно включая в это число соборы, бывшие в Западной Церкви после разделения церквей. А лютериане несмотря на пример апостолов и признание всей христианской церкви не признают ни одного Вселенского собора. Римско-католическая церкви